1 июня в Российской Федерации отмечается День защиты детей. Главная цель праздника – заострить внимание общественности на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую присутствует в названии праздника, вот о том, является ли это направление приоритетным для прокуратуры сегодня, какие существуют основные формы социальной поддержки несовершеннолетних и как их получить, поговорим сегодня в нашей программе. Гость студии – Надежда Евгеньевна Фонталова, заместитель прокурора Самарского района города Самары. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу сказать огромное спасибо, что мы сегодня для разговора выбрали именно эту тему. Тема, конечно же, актуальна. И вы знаете, о детях, мне кажется, нужно говорить всегда, не только, да, в День защиты детей, но, тем не менее, сегодня говорим об этом, и я прошу рассказать вас, а вот все-таки на каких принципах подстроена именно надзорная деятельность по исполнению законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних? Ну, защита прав ребенка является одной из важных задач нашего государства и, соответственно, приоритетным направлением надзорной деятельности. Надзором охвачены все сферы жизнедеятельности несовершеннолетних. Ежегодно прокуратурой выявляется значительное количество нарушений в данной сфере. Только за пять месяцев 2023 года прокуратура Самарского района выявлено более 200 нарушений закона. Принесено 28 протестов на незаконные правовые акты, 11 исков подано в суд в интересах несовершеннолетних, внесено более 60 представлений об устранении нарушения закона. По одному материалу проверки возбуждено уголовное дело. Такие проверки мы проводим как самостоятельно, так и с привлечением контролирующих органов. Это Роспотребнадзор, МЧС, Росздравнадзор, другие контролирующие органы. Поводом для наших проверок служит как наша собственная инициатива, так и обращение граждан информации в средствах массовой информации. То есть везде, где мы видим сигнал, что может быть нарушено, либо уже нарушено право ребенка, мы стараемся на это реагировать. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас привели статистику, а это по сравнению с прошлым, с позапрошлым годом, это много или мало? Нельзя сказать, это много или мало. Примерно одно и то же количество нарушений выявлено. Мы не выявили значительно больше, либо значительно меньше нарушений в данной сфере. Ну хорошо. Какие вопросы приходится разрешать прокуратуре вот именно в направлении, когда речь идет о защите прав несовершеннолетних? Надзор в данной сфере – это каждодневная работа, которая направлена не только на становление нарушенных прав, но и на предупреждение совершения правонарушений. Это и предупреждение подростковой преступности, это и защита прав ребенка, не получающих достаточно обязательное содержание от нерадивых родителей. Это и защита от преступных посягательств несовершеннолетних, обеспечения их лекарственными средствами. То есть здесь спектр отношений, которые требуют защиты, достаточно большой. Ну и давайте коснемся обязательно, конечно, определенной категории несовершеннолетних. Это дети-инвалиды, которые, конечно, как известно, нуждаются в особой защите. Вот скажите, пожалуйста, какая работа проводится прокуратурой района в целях защиты детей вот именно этой категории? Ну, в отношении данной категории детей мы также стараемся охватить все сферы их жизнедеятельности. Проверки проводятся на предмет доступности, обеспечения беспривятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Это объекты культуры, жилые и общественные объекты. Здесь даем оценку наличию установки пандусов, чтобы дети-инвалиды могли попасть в это здание. Кроме того, проверяем наличие специальных надписей, с помощью которых дети-инвалиды могут прочитать название. Ну, кстати, около объектов социального и культурного положения это понятно, пандус, а вот если в подъезде живет ребенок-инвалид и около подъезда нет соответствующего пандуса, это считается нарушением его прав? И вот если такой случай есть, то стоит ли обратиться в прокуратуру? Да, однозначно стоит. Кроме того, к жилому помещению ребенка-инвалида также предъявляются особые требования, и уполномоченные органы, органы опеки, они должны проводить проверки на предмет соответствия данного жилого помещения тем требованием, соответствую, да, тем требованием, чтобы ребенок-инвалид мог там проживать. Дальнейшие вопросы, когда будем обсуждать, у меня к вам огромная просьба. Если вот есть примеры, приводите, пожалуйста, если вот мы сейчас будем о категориях детей говорить. Выявлением каких нарушений, скажите, пожалуйста, Надежда Евгеньевна, уделяется особое внимание? Ну, прежде всего, восстановление нарушенных прав, как я уже вот говорила, такой категории детей, как дети-инвалиды. В этом году мы проводили проверку достаточности обеспечения их лекарственными препаратами. Федеральным законом о государственной помощи предусмотрены определенные гарантии для такой категории детей, то есть это обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специальными лечебными продуктами. Совместно с сотрудниками Росздравнадзора были проведены соответствующие проверки, в частности, в отношении детей, страдающими диагнозом сахарный диабет. Были выявлены факты самостоятельного приобретения родителями лекарственных препаратов, тогда как в силу закона государство должно обеспечивать их данными, тест-полосками для измерения, для проведения исследований уровня сахарного диабета на постоянной основе. Нельзя сказать, что это какие-то сильно распространенные факты нарушений. Два таких случая были нами выявлены. В интересах родителей несовершеннолетних предъявлены исковые заявления в суд. Они судом удовлетворены компенсацию внесенных расходов родители получили. Скажите, а когда выявляются нарушения, часто ли дело доходит до суда или все-таки реагируют на ваше предупреждение? Ну вот, мне кажется, это ведь крайняя мера суд, верно ведь? Крайняя мера, но... Действенная, вы сейчас, наверное, скажите. Она, да, она более действенная, чем наше представление. Но здесь органы госвласти, к которым мы предъявляем эти требования, они тоже, так скажем, бытовым языком не сразу соглашаются на то, что это нарушение, поскольку все эти затраты, они требуют расходов из бюджета. Соответственно, должностные лица этих органов несут определенную ответственность за то, что нужно направить по данному направлению эти денежные средства или нет. поскольку, ну, в большинстве случаев вопрос здесь спорный, да, вносим представление, если нарушение устраняется, идем в суд, и уже, конечно, суд... Спор этот разрешает. Разрешает. Я с вами полностью соглашусь, но ведь с другой стороны, не будет прокуратура этим заниматься, если нарушение не налицо, да. Нарушение есть, вы вынесли представление, и как бы понятно уже, что делать дальше. Значит, какие нарушения выявлялись прокуратурой при осуществлении выплат? Давайте об этом поговорим, и вообще на какие выплаты могут сегодня рассчитывать дети. Да, я бы хотела бы немножечко вкратце осветить, какие выплаты предусмотрены в настоящее время, меры социальной поддержки для семей с детьми, их более десятка в настоящее время. Сумму выплат не буду назвать, просто назову категории граждан, которые могут обратиться, и в каких случаях. Это ежемесячное пособие на питание ребенка в государственных, муниципальных, общеобразовательных учреждениях, единовременное пособие к началу нового учебного года, пособие на питание беременной женщины, единовременное пособие при рождении близнецов, двух и более детей. А сразу ремарочку можно? Вот вы сейчас перечислили выплаты здесь, неважно какое количество детей, от одного ребенка или от двух, трех и так далее? Каждая выплата, я почему перечислила? Каждая выплата, она индивидуальна, и существует определенный порядок и условия ее назначения. Поэтому существует и функционирует, вернее сказать, горячая линия на сайте Главного управления социальной защиты населения городского округа Самара. Вот телефон у них 25, 40, 100. Телефон горячей линии. На эту линию граждане могут позвонить, проконсультироваться, записаться на прием, и уже там им более подробно разъяснят, какие социальные выплаты в настоящее время есть, и именно какие выплаты им положены, они могут обратиться к соответствующему заявлению. Вы сейчас все перечислили выплаты? Еще нет. Давайте продолжим. Давайте. Потому что это интересная и полезная главная информация, потому что многие родители даже не подозревают, что им положены выплаты, и тем самым не получают их. Ну вот, если честно, готовясь к нашей передаче, я тут увидела, что, оказывается, есть такая выплата, как ежегодная денежная выплата в связи с празднованием Светлого Христового воскресенья Пасхи. Даже я не знала об этом. Серьезно? Вот. Поэтому действительно, да, выплаты много разных, и не все о них знают, поэтому давайте я перечислю. Ежемесячная доплата по уходу за ребенком инвалидом, компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, единовременная выплата выпускникам 11 классам, которые, либо выпускникам профессиональных образовательных организаций, в случае, если они поступают в высшее учебное заведение нашего региона. И компенсация на проезд детям из многодетных семей, школьникам на каждого ребенка, независимо от дохода родителей. Также на территории Самарской области реализуется национальный проект «Демография», в рамках которых осуществляется финансовая поддержка семей при рождении детей в Самарской области. Здесь тоже существует 4 выплаты. Это в размере 100 тысяч рублей единовременная денежная выплата, семейный капитал при рождении третьего и последующих детей. Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье в размере 5 тысяч в месяц. И ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения в размере от 1000 до 2000 рублей. И ежемесячное пособие на питание ребенка в государственных, муниципальных образовательных организациях в размере 700 рублей. Вы сейчас перечислили выплаты по Самарской области. Да, именно по Самарской области, не касаясь федеральных. Ясно. Хорошо. Вот такой, на мой взгляд, очень важный вопрос, который я сейчас вам хочу задать. Завершился учебный год, и очень часто родителей интересует вопрос, должны ли они делать ремонт в школах и детских садах. Давайте порассуждаем на эту тему. В соответствии с действующим законодательством взносы, в том числе на какие-либо ремонтные работы, закупку оборудования, они, конечно же, не предусмотрены. Никто, ни администрация образовательного учреждения, ни педагог не вправе требовать от родителей уплаты этих взносов. Это дело сугубо добровольное, так скажем. Если законный представитель ребенка принял для себя такое решение, что он, в общем-то, не против осуществлять эти взносы, то ради бог, грубо говоря. А если же нет, если имеют факты вымогательства данных денежных средств, то здесь это, конечно, повод для обращения в правоохранительные органы. Ну а почему же на деле-то все происходит с ровным счетом наоборот? Как вы можете прокомментировать вот такой мой вопрос? Ну, здесь вопрос в каждом случае, наверное, индивидуальный. Каждый родитель для себя должен решить, либо он оплачивает эти взносы, либо идет жаловаться. — Много ли жалоб поступает такого характера в прокуратуру вашего района? — К нам таких жалоб не поступало. — Не поступало. Вот что бы вы хотели сказать родителям, с учетом наступивших летних каникул, а все-таки на чем стоит заострить внимание? — Ну, начало лета — это повод вспомнить родителям повышенной ответственности за своих детей. Все мы знаем, что летом дети, ну, больше времени у них быть предоставленными самим, самим себе, нет какой-либо опеки надзора со стороны образовательного учреждения. Поэтому, что касается младшей категории детей, да, все мы знаем, что с приходом тепла учащаются случаи, несчастные случаи с участием малолетних детей, когда они получают травмы, либо несовместимые с жизнью, да, либо совместимые, выпадая из окон. Здесь родителям следует максимально принять меры для предотвращения таких случаев, какие-то установить механизмы, да, блокирующие оконные конструкции, и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра даже на короткое время. Да. Вот одно время прям пестрили в СМИ такими вот несчастными случаями, именно выпадение детей из окон. Я в последнее время, слава богу, мне, может быть, или не попадает, или на самом деле уменьшилось количество таких несчастных случаев. Что говорят цифры? Ну, статистику по области я, к сожалению, не могу привести. Типа немножко не в нашей этой компетенции. Возможно, они снизились, дай бог, если так. Я думаю, что действительно в СМИ очень подробно освещались, да, вот эти такие события. Наверное, это заставило родителей задуматься и принять определенный мер, чтобы обезопасить своих детей. Да, своих детей. Что бы посоветовали родителям детей постарше, Надежда Евгеньевна? Ну, наверное, быть к ним более внимательными, более бдительными, заметив какие-то перемены их настроения, если что-то не так, что-то не так в поведении. Они, малейшие сигналы в неблагополучном поведении ребенка, они не должны оставаться без внимания, да, без принятия мер. Конечно, и каких-то нужно избегать прямого давления, да, на психику ребенка, но бездействовать ни в коем случае нельзя. Нельзя. Скажите, а есть ли такие полномочия у прокуратуры отслеживать различные призывы в сети интернет? Сейчас, понятное дело, каникул, и дети больше времени проводят и в интернете в том числе. Вот здесь как-то регулируется этот вопрос у прокуратуры? Да, действительно, у нас такие полномочия есть, мы их активно используем. Раньше мы это делали в судебном порядке, выходили в суд с исками о блокировке сайтов. Сейчас у нас есть ведомственный приказ, согласно которому мы вправе блокировать такие сайты во внесудебном порядке. Эта работа ведется. Да, хорошо, продолжим. Как вы можете сейчас охарактеризовать подростковую преступность в подведомственном вам районе? Ну, на территории района цифры говорят о том, что динамика роста подростковой присутственности отсутствует, но меры, направляемые для профилактики подростковых правонарушений, нами продолжают приниматься. Надзорная деятельность в данном направлении снижаться не может. Определенное внимание уделяется и работе органов полиции, которые напрямую полномочены работать со сложными подростками, со сложными семьями. Анализируется их работа в том числе. В случае какого-то бездействия также принимается мер реагирования. Когда подключается прокуратура? Не могу сказать, что в какой-то определенный момент прокуратура подключается. Как я уже сказала, данный надзор, он требует ежедневной работы. Скажите, а как вы считаете, вообще что подростка толкает на преступление? И ведь это ваши коллеги мне говорили, и вот с полицией, когда провожу эфир, это ведь не всегда неблагополучные семьи, а ведь бывает зачастую и так, что подросткам просто скучно, и они идут вот тем самым, совершая преступление, пускай мелкие незначительные, поднять как минимум адреналин в крови. Ну, да, здесь, наверное, вы правы. Существенной, наверное, причиной, которую толкают несовершеннолетних на правонарушение преступления, все-таки, наверное, является недостаток их нравственного воспитания. Плюс возрастные особенности, да, переходный возраст, когда кто-то хочет проявить себя, не думая о последствиях, ну, наверное, элементарная дростковая глупость где-то играет роль. Поэтому здесь нами в комплексе, как бы, приошлении надзора мы стараемся давать оценку всем случаям, произошедшим на территории района, трудные подростки, ну, или совершившие, да, правонарушения, они ставятся на учет. Либо, если не доходит до серьезных правонарушений, силами образовательных учреждений проводится заседание комитета профилактики, на которых ведутся беседы профилактические, ставятся на какой-то предварительный учет эти несовершеннолетние. Эта работа, она в определенных случаях имеет положительный эффект, да, кто-то исправляется, кто-то нет. Тех уже рассматривали на комиссии по делам несовершеннолетних. Скажите, а когда наступает уголовная ответственность? – В зависимости от составов преступлений, так, с 18 лет, но здесь вот я вам точно не могу сказать, вот… – Зависит все-таки от тяжести, да, последствий. Ну, все-таки существуют какие-либо организации, которые помогают подросткам вот как раз в такой сложной ситуации? – Да, у нас на территории города Самары реализуется проект «Народная опека». Это такой некоторый общественный мониторинг за неблагополучными семьями. И вот дети, либо их родители, которые попали в какую-то неблагоприятную ситуацию, у которых возникли, да, скажем так, какие-то проблемы, они могут сообщить об этих проблемах на горячей линии вот этой организации. Назову сейчас телефон ее. – Да, пожалуйста. – 8-846-250-06-88. – А можно ли анонимно в эту организацию позвонить и сообщить о проблеме? – Ну, это горячая линия. – А горячая линия, да, поэтому можно еще и проконсультироваться. Вот одним из направлений деятельности органов прокуратуры является в том числе и правовое просвещение граждан. Скажите, вот в чем цель этой работы и расскажите, пожалуйста, как она построена. – Да, действительно, такое направление деятельности мы реализуем. Цель – это распространение в обществе знаний о правах и обязанностях, разъяснение каких-либо норм действующего законодательства, а также предостережение, предупреждение граждан о неблагоприятных последствиях совершения неправомерных деяний как самими гражданами, так и иными лицами в отношении граждан. Разъяснения такие даются органам прокуратуры в ходе встреч, бесед, лекций. Мы разрабатываем социальную рекламу, которую размещаем на баннерах, в общественных местах. В последнее время мы практикуем такую форму реализации просветительских мероприятий, как правовая викторина. Вот недавно мы совместно с Управлением соцзащиты городского округа Самара проводили в одном из учебных учреждений нашего района такую викторину. Хочу сказать, что такой формат детям очень понравился, они были заинтересованы, поскольку вот в такой игровой форме могли и проявить себя, и узнать что-то новое, получить призы отличившиеся, мы наградили призами. Дополнительно и просветиться. А вот, кстати, любопытно, скажите, пожалуйста, у нас сейчас такая современная продвинутая молодежь, к вам от детей в защиту своих прав поступали, может быть, какие-то заявления, когда дети сами считают, что их права нарушены, и просят обратить внимание на какой-то орган. Я сейчас не говорю про родителей, может быть, там, я не знаю, школу или институт. Нет, таких не было у нас обращений. Так, ну что же, где еще гражданин может получить правовую помощь, наверное, задам. Я вам заключительный вопрос. Обратившись непосредственно к нам в прокуратуру района, нам ведется прокурором, заместителем, помощниками прокуроров ежедневный личный прием, где также могут получить разъяснение по любым интересующим вопросам. Но ведь не со всеми вопросами можно обратиться в прокуратуру, даже если мы сейчас вот берем нашу тему защиты прав несовершеннолетних. Скажите, это все-таки последняя инстанция прокуратуры? Стоит обратиться, там, я не знаю, в соцзащиту, в полицию? Или все-таки вы рекомендуете, когда вот, ну, есть прям такая действительно серьезная проблема, обратиться в прокуратуру? Ведь вы же всегда проконсультируете и скажете о шагах, которые нужно сделать. Да, я думаю, что в первую очередь, наверное, если, особенно если человек, гражданин, не знает, куда ему обратиться, мы даже его можем, ну, элементарно направить в нужное русло. То есть можем сказать, что мы ему, допустим, в данной ситуации не поможем, здесь только судебный спор, только судебное разрешение. Либо же, либо же поможем. Либо поможем, что чаще всего и происходит. Да. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова